Большая делегация Духовного управления мусульман Российской Федерации во главе с муфтием шейхом Равилем Гайнудином приняла участие в 8 съезде Всемирного Конгресса Татар, отмечающего в текущем году свое 30-летие. Клинарное заседание съезда прошло с участием президента Татарстана Рустама Миниханова. Всего мероприятие собрало 995 делегатов и более полутысячи почетных гостей из 75 регионов России и 35 стран мира. Духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнудин 3 августа посетил Казанскую соборную мечеть Аль-Марджани, где встретился с имамхатыбом Мансуром Джалиледином. Отмечающая в текущем году свое 255-летие, мечеть Аль-Марджани была одной из первых каменных мечетей, возведенных в Казани после падения Казанского ханства. 2 августа состоялся рабочий визит полномочного представителя председателя ДумРФ в Сибирском федеральном округе Даулета Болтабаева в Иркутск. Поводом послужило обращение председателя Дум Иркутской области Фарита Мингалеева к муфтию шейху Равилю Гайнудину с просьбой об оказании помощи в строительстве новой соборной мечети Иркутска. Заместитель председателя ДумРФ по внутренним делам Равиль Сефединов 5 августа посетил Вологду, где в сопровождении председателя МРОМ Вологды Альберта Мустафина провел встречу с заместителем губернатора региона Евгением Богомазовым, заместителем главы города Николаем Калыгиным и митрополитом Вологодским и Кирилловским Савой. Заместитель муфтия Гайнудина также посетил соборную мечеть Вологды, в которой завершен первый этап реконструкции. Мусульмане Аджима Кировской области отметили 10-летний юбилей мечети. Председатель Дум Кировской области Имам Мухтасип Нияскашапов вручил подарки и благодарственные письма от лица ДумРФ и Дум Кировской области активистам прихода.